Всем привет, с Вами Юлия и мой Факультет рукоделия. Сегодня речь пойдет о том, как сделать качественные фото своих работ. Сразу хочу отметить, у меня нет цели сделать Вас профессиональным фотографом, я сама таковым не являюсь, и в этом видео всего лишь хочу поделиться своими наработками и дать несколько советов. Итак, если Вы мастер в области рукоделия, значит у Вас есть потребность поделиться своими творениями. Неважно, является ли Вашей конечной целью продажа изделия или просто есть желание показать свои работы в соцсетях своим близким, значит необходимо уметь качественно сфотографировать свою работу. Если у Вас есть хороший фотоаппарат – отлично, но сегодня можно обойтись даже без него. Камера современного смартфона способна снимать качественные снимки и если подойти к процессу грамотно, можно получить такие фотографии, которые многие примут за профессиональную съемку. Первый мой совет. Снимайте со штатива. Этим Вы избежите колебаний и дрожаний камеры, а значит и снимки получатся более качественными. Практика показывает, что даже вот такого простенького и недорогого штатива будет вполне достаточно. У него есть удобный зажим для смартфона, который, кстати, можно использовать и для более продвинутых штативов. Второй совет. Подойдите тщательно к выбору света. В большинстве своем качественная съемка зависит от света. И в идеале иметь минимум два удобно расположенных источника света, направленных на предмет съемки. Если позволяет погода, попробуйте сделать фото на улице. Там всегда получаются идеальные снимки. Но если съемка на улице не вариант, то нам на помощь придет лайтбокс или световой куб. Он позволяет избежать отражений и смягчить тени. Как Вы видите, у меня довольно темная стена и без куба фотографии получаются слишком мрачными. Существует различное множество вариантов лайтбоксов, от самодельных до продвинутых профессиональных, но даже в самом простом варианте результат Вас порадует. Я использую коробку для хранения вещей из магазина Икея. У нее идеальная разборная конструкция, за несколько секунд ее можно сложить и убрать на полку. Либо, как вариант, наполнить ее вещами и сделать местом хранения. Точно так же быстро ее можно снова собрать и использовать для съемки. Теперь о самом главном. Свет в таком лайтбоксе должен поступать через боковые стенки, но у меня они глухие, поэтому я пользуюсь одним светильником, меняя его положение. Третий совет. Продумайте фон. Моя коробка белого цвета, это идеальное решение, но при желании фон всегда можно заменить. Вот на этот каркас, который закреплен в коробке, накидываете любую ткань и снимаете, причем даже белый фон можно дополнить белой тканью. Во-первых, не видно будет углов, во-вторых, фактура ткани может быть разной, а это уже дополнительные варианты. Ткань может быть идеально выглаженной, а может быть и специально измятой. Насколько я знаю, теперь так модно. Так же для создания красивого фона можно использовать различные украшения, например, можно рассыпать бусины или бисер вокруг. Посмотрите по сторонам, возможно Вы у себя дома так же найдете интересную поверхность для съемки. Четвертый совет. Украшения. Очень интересно будут смотреться в кадре цветы. Я специально для съемки приобрела себе на Алиэкспресс букетики различных цветов и фактур. И теперь мои фотографии будут более разнообразными. Эти цветы я брала в одном магазине, чтобы потом не бегать на почту за каждым букетиком и ссылку на этот магазин оставлю в описании. Оглянитесь вокруг, Вы обязательно найдете что-нибудь интересное, чтобы украсить и разнообразить свои фотографии. Пятый совет. Кадрирование. Убедитесь, что предмет Вашей съемки находится в центре кадра или в том месте, в котором он должен располагаться. Например, для оформления значка видео можно оставить свободное место в кадре для дальнейшего заполнения текста. В остальных случаях пустые места в кадре будут скучны. Следите за тем, чтобы в кадр не попадали посторонние предметы. Шестой совет. Меняйте ракурс. Производите съемку с различных ракурсов, тогда у Вас будет из чего потом выбрать лучший кадр. Седьмой совет. Меняйте положение предмета съемки. Придумывайте различные варианты размещения Вашего изделия. Экспериментируйте с различными предметами в качестве подставки для расположения его в кадре. На этом все. Я надеюсь, мои советы были для Вас полезны и Вы сможете применить их для съемки своих рукодельных работ. Желаю Вам самых удачных фотографий и как следствие спроса на Ваши работы. Если Вам понравилось это видео, ставьте лайки и делитесь с друзьями в соцсетях. Возможно, у Вас есть наработки по этой теме, буду рада прочитать о них в комментариях. И обратите внимание, красная кнопка подписки и колокольчик ждет тех, кто впервые зашел на факультет рукоделия. До встречи в новых мастер классах. С Вами была Юлия. Пока, пока.